iPhone сам отправляет смс, причем делает он это таинственным образом, не оставляя никаких следов, истории в смсах не остается. Но проследить, что эти операции были, можно в мобильном приложении вашего мобильного оператора. Например, я это увидела в своем приложении МТС, вот так вот это выглядит, я зашла в историю финансов и увидела, что у меня 2 гривны почему-то списалось в январе, сейчас еще 2 гривны, потом еще 2 гривны. И в общем, конечно, небольшие деньги, но так как у меня вообще должен быть нулевой счет, я решила позвонить оператору, который мне сказал, что это ваш iPhone, отправляет технические сообщения и порекомендовали мне сделать следующий лайфхак, который у меня не сработал. То есть я это сделала после первого сигнала о списании, мы заходим в настройки FaceTime и нажимаем на свой ID и меняем геопозицию, геолокацию. Здесь проверьте, чтобы стояла именно ваша страна, такую рекомендацию мне рассказали в сервисном центре МТС. Но это не сработало, потому что через время у меня снова списались деньги и вот что сработало в итоге, мне подсказал именно поддержка Apple. То есть вы заходите в настройки, выбираете именно сообщение iMessage и убираем тумблер, то есть нужно выключить пользование услугой iMessage. Официальный ответ в службе поддержки Apple звучал так, что данные сообщения отправляются, если вы долго находитесь вне сети или вы часто переключаете сим-карты. Я этого не делала, поэтому если вы также не пользуетесь функцией iMessage, просто ее отключите и будьте внимательны, чтобы в следующий раз, когда она попросит доступ, вы не нажали ОК, а нажимаете НЕТ. Если видео было полезно, поставьте лайк и сделайте репост, ваши друзья вам будут благодарны.